Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас! Мы поздравляем наших братьев и сестер греческую общину, который живет здесь, в Воронеже, и который не забывает ту жертву, кровь, страдания своих соотечественников, своего народа, которые были пролиты в период Османского и Терецкого Игора. И сейчас мы получили все свободу, и в миру, вроде бы, живет свобода. Но другая, напасть, сейчас борет рот человеческий, потому что от несвободы физической мы подпадаем в несвободу духовную, потому что меняется принципы отношений между людьми, между государствами. А в основе всех этих, замены этих принципов, лежит одно, что человечество хочет построить мир без Бога и придумывает абсолютно новые планы, новые проекты для того, чтобы человечество жило, исключая промысл Божий, исключая законы Божьи, поставив во главе не закон Божий, а закон человеческий. И во главу угла, поставив права человека, права меньшинств, сюда подпадают и свобода от понятия греха для людей, которые живут во грехе. И эта свобода может покубить род человеческий. После божественной литургии, совершенной в Покровском соборе, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий в сопровождении духовенства и прихожан открыл в крестильном храме экспозицию фоторабот, посвященную тысячелетию присутствия русского монашества на Святой горе Афон, подготовленную совместно с греческой диаспорой Воронежской области. Сначала гости осмотрели зал, где представлены современные виды Афона, запечатленные фотокамерами воронежцев, в различные годы посещавших Святую гору. Эти работы показывают не только красоту Афона, но и рассказывают о паломниках и о монашеском быте. Во втором зале выставки размещены архивные фотоснимки с жизнеописаниями великих афонских старцев, а также копии чудотворных икон, которые пребывают в обителях монашеской республики, и к ним можно приложиться. Экспозиция «Гора Афон. Гора Святая» будет работать столько времени, сколько у воронежцев будет к ней интерес. Для нас, для греческой диаспоры, имеет огромное значение, потому что всю жизнь русские и греки были братьями. Поэтому другого тут не может быть. Огромнейшее значение. И я бы хотел, чтобы всегда все люди понимали о том, что наши государства неразделимы. И это, опять же, на всех уровнях, в том числе и политическом, ну и еще самое главное, каскал воды, как духовно. Связи Афона и Воронежа, они очень близки, очень близки. И строители, которые строили этот храм святителя Митрофана, они тоже все через Воронеж свое паломничество делали. И здесь они, в гробнице святителя Митрофана, посвящаемые, получали такое вдохновение. И в нашем понедельном монастыре имя святителя Митрофана, оно не только на богослужении, но вообще в молитве поседневной, оно всегда упоминается, и тоже на трапезе. И только упоминается великому ученику Пантелеймон, в честь кого назван этот монастырь, и святитель Митрофан Воронежский. Так что наша Воронежская земля, она непосредственно связана с этим. И мы тоже имеем эту связь до сих пор. К нам очень скоро, наверное, в июле месяце мы так ожидаем, ну, по крайней мере, июль, август, сентябрь, мы привезем икону Всецарицы, большая икона, два метра на полтора, которая будет поставлена в храме Всецарицы, которая сейчас строится в центре Воронежа, и там ее будет место постоянное пребывание. И это будет тоже связь с Афоном, потому что стариц Игумен этого Ватапецкого монастыря, где пишется икона, Игумен Ефрем, он очень был вдохновлен тем, что строится храм, и он сказал, что как только позволит ему обстоятельства, он приедет в Воронеж, что по возможности с этой иконой... Субтитры создавал DimaTorzok